Здравствуйте, с вами снова MrSnake, продолжаем проходить Dark Souls 2 И, как я и говорил, да, действительно пропустили мы одну секретную дверь Там оказалась шмотка, я немного перепутал, правда, с шорткатом Он будет дальше и он будет даже не в секрете Ой, вот это я сделал зря, он сейчас бахнет и сломает сундук, да Но здесь как-то странно работает, то есть если вы успели сундук открыть То почему-то шмотка, которая лежит внутри, не ломается Такие вот чудеса происходят Хотя, если бы я не успел открыть, скорее всего, я бы получил мусор уже из этого сундука, ну да ладно В общем, здесь ничего больше нет Это всегда можно пройти через обычный вход Подняться наверх, а не так, как я это делал через секрет Так что, если вы стены не проверяли, то вы к этому костру попали именно вот так Ну, вниз я спускаться не буду, там находится секретная локация Ведение жук Да, и мы туда сходим чуть попозже, потому что если сейчас уйти, то мы кое-какие моменты по игре пропустим Поэтому не надо этого делать сразу Здесь вот так вот хитро заныкана Душа солдата вообще любит такие секреты Когда вот так вот совсем прям не ожидаешь То, что открываешь дверь, да, и по сути даже не видишь этот участок И там оказывается потом шмотка Но таких секретов не очень много по игре И, к сожалению, сныканы там не очень тоже важные вещи обычно Так, сюда мы сходим потом Здесь, кстати, тоже такая запутанная локация будет Очень много входов, очень много выходов Но они уже менее интересные Просто потому что ничего полезного там вы не встретите В основном в качестве врагов здесь встречаются полые гражданины Они так называются Вообще разновидностей их достаточно много Будет в игре Но здесь Интересная такая дверь За которой скелет И да, здесь всегда какая-нибудь подсказка Что может помочь скелет Или что-то в этом роде Вообще Здесь тоже будет пара разновидностей А всего Но только вот один огненный Вот этот парень Да я не вижу, что он чем-то от остальных отличается В данном случае Но они визуально отличаются То есть Внутри огненного Какая-то вот такая Будет более Более оранжевое свечение Что ли, наверное Если вот вы посмотрите На тело То там Что-то светится прямо Из них Таким образом Вы можете их Друг от друга Отличать Но в основном Это самые Безобидные Ребята находятся Здесь Они Просто наносят Кучу физического урона Поэтому Если у вас щит Который блокирует 100% урона Вы можете Поставить блок И не получить Дэмэджа совсем Но По выносливости Вы получите Довольно большой урон Так что Два раза Скорее всего Заблочить не получится Так Здесь есть шмотка Да Ее надо забрать Потому что Шмотка Может оказаться Полезной А может и не Оказаться полезной Не знаю Не решил пока еще Да Отлично Меня толкнуло в бок Я упал Ну ладно Зайдем сейчас Тогда с другой стороны Потому что Все равно бы пришлось Это делать Когда-нибудь Пришлось бы Вернуться назад А там Такое ответвление Оно достаточно Короткое И хоть там Не очень полезные Шмотки Лежат Но Давайте их Тоже возьмем Я пока не буду Восстанавливать Человечность Потому что Вдруг я еще раз Так же упаду И умру А человечность Потом Может пригодиться Там есть Ковенант В который Естественно Придется вступать Просто потому что Ну всех же боссов Надо показать В этой игре Так что Пойдем сейчас Вот налево И Да И вот как раз Где они Ну покажитесь Ребята Вот они летят Каргульи Собственно Их можно было Убить Сходить И тогда бы Они уже Не летали Они несколько раз Нам встретятся За эту локацию Поэтому Посмотрим на все Их появления Ну и заодно Можете Предвкушать Обой С этими ребятами Хотя Ничего такого Там в принципе И не будет Особенного Те же самые Гаргульи Из первой части Ну и для тех Конечно Кто не видел Ну или может быть Кто Даже пропустил Этого босса Ну вот собственно И все Все ответвление То есть мы оказались Опять Практически В том же месте Здесь вот Огненный чувак Который ложится Кстати вот реально По-моему Ничего не светится Внутри А вот у этого У которого светится Возможно Он нам шмотки ломает Так что Да Так что может быть Их даже Не два вида Несколько Все таки В этой локации Ну вообще Эти ребята Довольно Атмосферные Они Выглядят так Устрашающе Правда Разглядеть Конечно Их близко Не получается Ввиду того Что они Очень опасные Но если вы Просто картинку Нагуглите То По-моему Я даже Где-то таких Видел Там Или Силентхили Ну наверное Не в игре А в фильме Скорее Ну может мне кажется Может не Силентхили Может быть В чем-то подобном И вот этот Их Бринчание Цепями Она тоже Атмосферу Тут такую Создает Особенно Там в следующей Локации Где они Тоже Будут Так Ну сюда Мы не пойдем Потому что Я там Могу свалиться И потерять 60 тысяч душ Так что Давайте Вернемся Все таки К тому месту Где мы умерли Кстати вот она Шмотка Вы ее можете Видеть через Клетку Стальную Но пройти туда Нам не удастся Вообще Вроде как Эти ребята Стали Жертвой Экспериментов Правда мы еще Сюжетно Не знаем Кто эти эксперименты Ставил над ними Поэтому наверное Не будет Много смысла Об этом Рассказывать Так что Ну Вы понимаете Да что это тоже Выглядит как тюрьма И в принципе Сюда тоже Один там Из королей Ссылал В общем то Нежить Которая ему Мешала Но здесь Она не просто Находилась В заточении Здесь Проводили Над ней Какие то Эксперименты Ну или может быть Я не прав И заранее Проводили Какие то Эксперименты А потом Ссылали Сюда Так А что это Как то стало Вдруг темно И я не вижу Куда мне Падать Не хотелось Бы Разбиться Поэтому Давайте Что нибудь Придумаю Ну и собственно Я ничего Умного Не придумал Кроме того Что зажечь Факел Или вот этими Штуками Использоваться Ага Ну вот Значит Сюда Можно упасть В отличие От первой части Эта вещь Вообще Не пригождается Практически Никогда Поэтому Хорошо Что ее Удалось Хотя бы Так Заюзать Ну действительно Я не очень часто Беру эту шмотку Поэтому я не помню Куда именно Здесь падать И Мне кажется Ну по-моему Сотф Стал Более темным Потому что В ваниле Скорее всего Я бы увидел Где там есть Пол Где нету Да ладно Так Здесь есть Несколько ящиков Но здесь Ни черта не видно Поэтому давайте Зажжем факел У нас сейчас Есть огненные бабочки Которые нам Будут помогать В этом Вообще Их использование Ну там Не знаю Пару раз Наверное За игру Их реально Есть где Применить По геймплею Потому что Нужен факел А так В принципе Если не видите Источника огня Но Достаточно темно В локации Вам бы хотелось Все получше Рассмотреть Не стесняйтесь Пользуйтесь Просто там Пару-тройку штук Оставьте На всякий случай Могут потом пригодиться Так Парирующий кинжал Но здесь Есть более интересная Шмотка Это Твинблейд Парный клинок Я его потом Покажу Это в общем-то Самые Такие Дамажные пушки Вообще В этой игре Поэтому Даже Особо Не имеет Смысла С дуэлами Ходить С учетом того Что есть парные Клинки Вот именно Поэтому я думал Не очень Здесь люблю Так как Мне кажется Ну они по-моему Меньше все-таки Урон наносят Ну и спидранеры Опять же бегают В основном С ними Так Ключа У меня нет Плюс дальше Там по локации Не пойду Потому что Туда можно попасть Через другой вход И Это я собственно Сейчас и сделаю Так Это я не помню Куда Ведет Вообще Очень похоже Что здесь Есть юллюзорные Стены Но конечно Здесь ничего Нет Так Ага Ну и Это походу У нас То есть Не через секрет Все-таки То есть Вот это и есть Шорткат Тут бесполезный Который По сути Нафиг не нужен Здесь Но Нам все равно Нужна костру Поэтому давайте Им воспользуемся У нас уже есть Ключ Я не акцентировал Внимание Но В общем Подобрали Ключ от подземелья И он как раз Открывает Двери в этой локации Ну и в следующей тоже И этих Дверей На самом деле Очень много Поэтому Ну Полезных Может быть Не так много Так что Ключ Все-таки Лучше найти Установим Человечность И собственно Продолжим Проходить Вообще Следует сказать О том Что Эта крепость Была построена Еще до Дранглинга И Она просто Используется Как тюрьма Но Изначально Она естественно Такого не влиялась Я вот Не помню Рассказывает это Кто-то в игре Или нет Но Наверное Стоит сходить Сначала В башню луны И послушать Там диалог Будет И возможно Ребята Которые Находятся Там Все-таки Объяснят Откуда Они вообще Появились Но если Нет Значит Вернемся К этому И Там История Это довольно Короткая Но просто Если ее Будет повторять То не хотелось Бы раньше Времени Говорить Об этом Так Вот я не знаю Кстати Что качать Наверное 22.18 Это плохая Идея Поэтому давайте В хп Побольше Вложимся Потом уже Выносливость Будем добивать Сейчас Раскидаем Статы Получше Вот Ну просто Я переключусь На другое оружие Тут Время от времени Спрашивают Буду ли я Пользоваться Копьем Сантира Ну а как Вы думаете Ну если Это одна Из самых Мощных Пушек В игре То Конечно Да Тем более Что я С копьями Прохожу Вот И Оно не Скирится Насколько я Помню Не от чего Поэтому Собственно Ловкость Нам будет Уже Не нужна А вот Какой-нибудь Другой Стат По Полезни Мы Прокачаем Ну если Б я Например Бегал С рапирами То Перекачка Не имела Б особо Большого Смысла Даже Если Б я Потом Перешел На Всякую Эффективность От ловкости То Лучше Ее Будет Убрать Так Старинный Ключ Который Мы Давно Уже Нашли Открывает Вот Эту Дверь И Собственно Здесь Практически Ничего Интересного Нет За исключением Что Если Толкнуть Вот Этот Камень Блин Откуда Ты Вылез Отлично Влазят Эти Ребята И Тут Довольно Опасно Потому Что Сейчас Могут И Убить Меня Ну Или Или Нет Ладно Повезло На самом деле Что Таким Образом Справился Вообще Это Не Имеет Смысла Делать Так Что Если Будете Сами Играть Сет Этот У меня Тем Более Уже Есть Я По-моему Класс Странников Все Таки Выбирал Уже Забыл Давно Это Было Так Вот Если Он Можете Просто Класс Определенный Выбрать В смысле Ну да Класс И получите Эту броню Так Отлично Один парень Практически Убил себя Он кстати Сломал здесь Стену Как вы Видите Но Ничего Интересного За Этой Стеной Нет Хотя Я Видел Многие Кто Играли В эту Игру Первый Раз Когда Находили Манти Архидракона По-моему Она Называется А Использовали Именно Ее Видимо Там Какие-то Хорошие Статы На ней Ну Не знаю Мне так Не кажется Поэтому Я бы Не очень Советовал Заморачиваться Ради Этой Штуки Так Ну и Теперь Нам нужно Подняться Наверх Все-таки Для этого Обязательно Нужно А Нет Наверх Я пропустил Вообще Надо было Наверх Подняться Но я Пропустил Этот момент И мы Снова Попадаем В эту Локацию Где Несколько Тайников Ну в смысле Не тайников А ящиков И один Тайник Просто Ключа у меня Сейчас нет Чтобы его Открыть Я подумаю Где его Взять И вернусь Сюда Через Некоторое Время Ну Я не Придумал Где найти Еще один Ключ Кроме Того Как Спрыгнуть В яму Не хотелось Бы Конечно Этого Делать Но Вроде Как Я уже Все Нашел Хотя Непонятно Куда Я их Сидел Неохота Ролики Пересматривать По идее У меня Один Лишний И должен был Оказаться Как раз Для этого Момента Ну Да ладно Нет Так Нет Так Ну Сэкономим Минут Пять Я Возвращался Примерно К тому Моменту Где я Остановился В этом Ответвлении Мы уже Были Но мы Не спускались На лифте Поэтому Давайте Проедемся Сейчас Ничем В принципе Лифт Не отличается От Подобных Из первого Дарксолса Не очень понятно Почему они Ничего нового Только не придумали То есть Они По сути Очень часто Используют Какие-то Старые Модели Это достаточно Интересный Лифт Но Неужели Фантазии Не хватало На Что-то Более Замысловатое Не очень Понятно Так Ну и Что же В этом Сундуке Сосуд Души Отлично По-моему Ваниль Что-то Другое Здесь Лежало Потому что Я Всегда Этот Сундук Утал Ну Ладно Не имеет Значения Черт С ним Ванилой Может Здесь Есть Какие-то Секретные Стены Еще Ну Нет Нет Конечно Ну И Возвращаясь К тому Что я Забыл Вон Ту Шмотку Давайте Ее Заберем Это Как раз Та Большая Лестница Которую Я Скиднул Придется Снова Врагов Убивать Но Это Недолго Будет Арбалечка Я Не А Он Сам Прыгнул Я Думал Что Не Смогу Его Убить Перчатки Из Королевского Сета Неплохо Все равно Носить его Не буду Ну Ну Собственно Как Всегда Незачем Было Особо Идти Теперь Прежде чем Идти В последнее Оставленное Мною Ответвление Предлагаю Все таки Взять Какой-то Костер Чтобы Бежать Было Не так Далеко Здесь Есть Еще Один Костер С которого В принципе Гораздо Удобнее Исследовать Эту Локацию Но Доступ К этому Костеру Преграждает Статуя И Еще Одной Веточки У меня Нет Чтобы Освободить Пленника Поэтому Можно взять Костер Который Находится Буквально В 10 Метрах Но Я покажу Сейчас Где Это То есть Вот Он Этот Костер Здесь Можно Также При помощи Ключа Обрать Вот Этот Труп Хотя Ну Знаете В принципе Кост Дракона Может быть Полезной Рано Или Поздно Я Даже Сам Не знаю Пригодится Мне В конце Концов Или Нет Поэтому Стоит Эту Штуку Забрать И Вот Если Вы Заметили Откуда Нас Обстреливают А там Как раз Костер И Находится Ж До Не Очень Далеко Так Что Есть Если Есть Какие То Проблемы То Можно Спокойно Взять Этот Костер А От него К боссу Все равно Бегать Быстрее Кстати В ваниле Здесь Было Более Уродское Размещение Врагов Врагов Еще Еще Горгули Теперь Их Уже Три Ну Вы Поняли Да В общем Здесь Была Целая Гора Лучников И Они Стояли Прям У Костро И Прикиньте Вы такие Появляетесь После Отдыха И Вас Уже Тут Обстреливают Очень Удобно Поэтому Если Вы Не Брали Ковенант Ну В котором Я Сейчас Нахожусь То Самое Разумное Что Можно Было Сделать Это 15 Раз Их Всех Убить Чтобы Они Просто Исчезли Кстати Я даже Не помню Цифру 15 Или 12 Раз Надо Было Избавиться От Монстров Ну Не Принципиально Короче Вы получали Кучу Душ Но При этом Тратили Здесь Кучу Времени Ну Или Если Вам Пофигу И Вы Проходите Это В очередной Раз То Можно Было Конечно С Этим Не Заморачиваться Плюс Вот Там Наверху Где Стояла Статуя Сейчас Ребята Не Агрессивные Но В Ваниле Они Вас Атаковали И При этом Я Не Уверен Но Скорее Всего Могли Убить Даже НПС А НПС Очень Полезный Потому Что Он Делает Обмен Душ Находящихся Рядом Но В СОП Феонет Тело Поправили То есть Там Ребята Сейчас Огни Агрессивные Ну И Лучников Меньше Всего Один Он Не Сильно Парит Хотя Конечно Этот Мост Стало Гораздо Проще Прибежать Раньше Был Просто Феерический Обстрел Вашей Персоны Убирать Костер Кстати Была Плохая Идея Чтобы Оставить Лучников Но Возможно Если бы Они чуть Сильнее Заморочились То Можно было Его перенести Чуть Дальше Просто По локе И ничего Не поменялось Но К сожалению Они уже Локации Сами Переделывать Не захотели Так Широкое Кольцо Связи Но Не очень Полезно Там Я Потом Покажу Его Описание Здесь Есть еще Парашмоток Которые Достаются Не очень Просто Потому что Достаточно Легко Свалиться Угниная Бабочка И Несколько Факелов И Вот здесь Будет По моему Красивый Щит Хотя Я не знаю Во втором Дракс Волсе Мало Вещей Выглядит Красиво И Ну просто Если Вот их Сравнивать Из всех Некрасивых Вещей Этот Наверное Выглядит Довольно Неплохо Так что Давайте Его Подберем Но Думают Так Ну давайте Я вам Покажу Шмотки Которые Мы Нашли Вот Двин Блэйд Ну Мне сразу Это напоминает Дарт Мола Может быть Что-то Еще Есть А я С одной Руки Кажется Забыл Показать Атаки Но Понятное Дело Что С одной Руки Смысла Ковырять Им нет Лучше С обеих Правда Вы можете Взять В обе руки Два Твинблэйда Вот Это может Быть Интересным Быть Я кстати Не пробовал Так даже Так Ну Анимация Красивая Очень Единственное Скорее всего Я какой-то Забуду Сейчас удар Показать Можете В комментах Написать Сирс Лейн Парень Возможно Дурачить Кого-то Пытается Ну Кося Подмоба Эх Не получилось Ну Правда Возможно Я бы все равно Его не убил Но Он бы знатно Испугался Он кстати Меня даже Не заметил Похоже Сейчас По звуку Наверняка Вы слышите Что я здесь Сражаюсь Ну Было бы Конечно Красиво Если бы Я его убил В таком прыжке Ну че Не услышал Что ли Ну пошли Его искать Второе ПВП Ага Он Спрыгнул Чуть Второй Раз Меня Не пропустил Но Ему здесь Сложно Будет Со мной Драться Я Его Смогу Скинуть Главное Его внутрь Не запустить У него Мощная Пушка Хотя Я не уверен Что В данном Случа Ему Будет Удобно Драться Со Мной Такой Такой Дылдой Он Кстати Много ХП Еще Потерял Когда Падал Как раз Я и говорю То Что Здесь Кольцо Кошки Не таскают Вторженцы И Собственно Зря Они Это Делают Он Меня Сейчас Будет Ждать Наверное Да Он Будет Ждать Но Сори Чувак Тут Анимации Как бы Не сбрасываются В следующий Раз Будешь Знать Так Ну И У нас Еще Несколько Вещей Остались Которые Нужно Показать Мувсет Ужасных Когтей Чуть Меня Вообще Не Впечатляет Хотя Я с ними Хотел Как-то Даже Игру Пройти Что У нас Там Еще Выпадало Костяной Посох Ну Я Просто Покажу Как он Как он Выглядит Наверно Не Особо Много В этом Смысла Какой-то Он Странный Не знаю Мне Не нравится Так Ну По оружию Вроде Все Потому Что Я Здесь Ничего Не Вижу Дополнительного Ну Разве Что Чтобы Просто Посмотреть На что Это Будет Примерно Похоже Ну Такое Себе Хотя Там Все равно Они Полностью Этой Юбкой Закрываются От Мантии Так Что Даже Не Заметили Разницу Рваная Куртка Давайте Посмотрим Как Выглядит Ну В принципе Тоже Ничего Особенного Я Вообще Не Помню Откуда Она Досталась А Ну Скорее Всего Это Выпадало Из Какого-то Моба Рваный Сет Пираманты Был По всей Видимости Так И Сет Странника В котором Возможно Я Игру Начинал Ну И Собственно На этом Все Сейчас Вернем Старые Шмотки А Да Кстати Там Кольцо Еще Было Описание Которого Я Хотел Показать Так Что Давайте Это Сейчас Сделаем Пока Костру Не сели Тем более Кольцо Кошки Нам Уже Скорее Сего Не Понадобится Поэтому Его Вообще Можно Выкинуть Из Инвентаря Замедляет Поломку Снаряжения Ну Вот Ваниль Возможно Окажется Полезным Когда Шмотки Из-за того Что просто Фпс Больше Начинает Ломаться Быстрее В Софи Они Вроде Этот Баг Исправили Поэтому Здесь Это Колечко Не Слишком Сильно Полезно Вспомните На какую Кнопку Показывается Ну да И ничего Интересного Здесь Нет Ну Ладно Вернем То Что Было В общем На этом Тогда Часть Заканчивается До новых встреч Удачи И Надеюсь Еще Увидимся Спасибо 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 Спасибо